Уважаемые ребята, добрый день! Сегодня четвёртый день наших научных курсов по обществу о знаниях. Я надеюсь, первые три лекции вам понравились. Вы нашли какой-то любимый раздел, который ближе вам, который интересней. И сегодня я предлагаю начать с такого раздела, он отдельно не выделяется в обществе о знаниях, но вопросы из этой сферы бывают очень часто и в олимпиадных заданиях, и есть целые секции на конференции, и традиционно школьники интересуются такими темами. Я говорю о таком разделе, как психология и о психологических вопросах в курсе общества знания. Вот те вопросы, которые вы изучали о мышлении, деятельности, эти вопросы, конечно же, на стыке психологии, социологии. Ну вот, и об этом я предлагаю посмотреть первую часть лекции. Очень хочется познакомить вас с такой наукой, которая называется психология. Очень часто разделы разные и разные темы из психологии встречаются на всероссийских олимпиадах школьников по обществу о знанию. Очень часто темы социальной психологии становятся поводами для эссе в олимпиадных заданиях. Достаточно часто различные категории встречаются в заданиях как первой, так и второй части. Поэтому сегодня постараюсь раскрыть все нужные вещи, поговорить о самых важных моментах. Ну что ж, давайте будем начинать. В ближайшие 45-50 минут мы с вами постараемся разобраться с основными категориями науки психологии. Итак, сегодня речь пойдет о такой теме, как мышление и деятельность в жизни человека. Для того, чтобы начать говорить про категории мышления и деятельность, стоит, наверное, сделать несколько шагов назад. И понять, к какой науке и к какой теме вообще предмет нашего сегодняшнего обсуждения относится. Ну, начнем с того, что, в общем-то, мышление и деятельность относятся к науке психология. Наука психология в своей основе изучает, конечно же, такой сложный предмет изучения, который называется психика. По поводу психики у ученых есть очень много точек зрения на этот сложный и многомерный процесс. В переводе с древнегреческого языка психика, а психос – это душевный, жизненный или имеющий душу. Тем из вас, кому станет интересно, могут, конечно же, углубиться в эту тему и даже познакомиться с потрясающей древнегреческой легендой. С потрясающей легендой о царевне психеи. Что же такое психика с точки зрения науки? Под психики понимают несколько научных категорий. С одной точки зрения психика – это такая функция человеческого мозга, которая позволяет нам отражать в своем сознании моменты объективного мира. То есть, что-то происходит в окружающей нас действительности, мы на это что-то обращаем внимание, мы это что-то запоминаем и это что-то отражается у нас в голове. Очень часто погода на улице, то есть часть объективного мира и наше отношение к этой погоде, то есть то, что отражено внутри нашего сознания, могут не совпадать. Но вот наша возможность отражать это внутри себя и наша возможность хранить это, как раз таки и есть психика. Очень часто психика называют и функцию нашего мозга по такому отражению, и само отражение, и результат того отражения, которое, в общем-то, хранится у нас в голове. Все это психика, все это сложные психические процессы, которые происходят в нашем сознании. Вот то, каким образом мы отражаем информацию, почему так, а не иначе, с какой скоростью, от чего это зависит, все это изучает наука психологии. Если говорить о психологии как о науке, ну она раскладывается на две части, психус и логос. Психология это наука о душе, если говорить дословно. Психология как наука прошла очень долгий, очень неоднозначный путь своего становления. Первые открытия, первые закономерности в психологии были сделаны еще древнегреческими учеными. Было это очень давно. Впервые о психологии как о науке заговорили в 16 веке. Но вот изучать как самостоятельную дисциплину начали только в конце 19 века. На мой взгляд лучше всего задачу современной психологии определил известный советский российский ученый, психолог, основатель факультета психологии Московского государственного университета Алексей Николаевич Леотев. Алексей Николаевич сказал, что задача психологии исследовать, познать природу, сущность тех явлений, которые описываются как явления человеческой психики. Ну, кстати говоря, не только человеческой психики вообще. Например, известный вам Чарльз Дарвин доказал, что психикой обладают даже дождевые черви. Поэтому, в общем-то, и психология сегодня изучает не только человека. Кстати говоря, по ходу нашей и сегодняшней лекции, и нашего курса вообще, мы будем достаточно много знакомиться с известными учеными. Алексей Николаевич первый сегодня, но далеко не последний. Поговорим еще и о выдающихся психологах, и о выдающихся социологах. Итак, психология это наука, которая ставит своей задачей открыть, познать и описать все эти явления, которые связаны с психикой. В первую очередь, конечно же, психология изучает так называемые психические процессы. Те самые, которые, в общем-то, эту психику и обуславливают. Именно те, которые, причем, заметьте, что некоторые из этих процессов могут быть следствием явлений внешнего мира или внешнего воздействия. А некоторые из них могут зарождаться и появляться внутри нашего сознания. И уже оттуда, очень по-разному и очень неоднозначно, влиять на нашу деятельность, наше поведение, самочувствие и все остальное. Задача психологии как раз-таки изучение и описание всех этих процессов. Если говорить о психических процессах в общем, то, конечно же, центральное место среди них занимают так называемые познавательные процессы. Всего их выделяют семь. Познавательные процессы – это все то, что помогает человеку, в общем-то, в эволюционном развитии превзойти или стать лучшей версией себя самого. Современный психолог Александр Григорьевич Осмолов говорит, что есть три психических процесса, три познавательных процесса, которые отвечают за сбор информации об окружающем мире, три психических процесса, отвечающих за ориентацию человека во времени и один, объединяющий их всем. Процессы, которые отвечают за сбор информации – это ощущение, восприятие и мышление. Процессы, которые отвечают за ориентацию человека во времени, за прошлое отвечает наша память, что мы помним, как долго, почему мы что-то забываем, почему что-то запоминается быстро, а что-то нет, что на это влияет вообще на все, где хранится та информация, которую мы запоминаем, куда она потом девается. За ориентацию человека в настоящем, с точки зрения Осмолова, отвечает внимание. Почему прямо сейчас я разговариваю с вами и не отвлекаюсь, например, на шум за моим окном, не обращая внимания на посторонние звуки, потому что мое внимание сосредоточено на записи данной лекции. За ориентацию или за взаимодействие с будущим, с точки зрения Осмолова, отвечает такой процесс, как воображение. Воображение – это создание того, чего еще никогда не существовало, создание чего-то нового. Ну и седьмой познавательный процесс, который отвечает за взаимодействие и связь всех остальных шести – это, конечно же, речь. Потому что именно при помощи речи мы запоминаем очень многие конструкции. Именно при помощи речи мы очень часто мыслям, об этом мы поговорим чуть попозже. При помощи речи мы можем создавать то, чего не существует. Я уж не говорю про коммуникацию и все остальное. Ну а сегодня хотелось бы более детально остановиться на одном, пожалуй, одном из самых сложных познавательных процессов. Сегодня, как вы уже, наверное, поняли и догадались, мы поговорим о мышлении. Мышление на самом деле действительно один из самых сложных познавательных процессов. Мышление – это высшая ступень человеческого познания. Это процесс, который отражает объективную действительность, но в то же время он позволяет получать нам те знания, которые не могут быть получены при помощи органов чувств. О том, что чайник или плита горячие, мы узнаем, дотронувшись до них. О том, что лампочка светит ярко, мы можем узнать, когда на нее посмотрим. Но бывают такие ситуации, когда мы не можем получить информацию через органы чувств. Когда такой информации просто нет. Она просто для нас недоступна. Вот тогда нас выручает такой психический процесс, как мышление. Когда у нас есть разрозненные факты, но их необходимо собрать. Сгруппировать в какую-то общую группу и получить ответ на существующий вопрос. Очень интересная категория, о которой мы сегодня еще поговорим в контексте мышления – это мысль. Мыслью называют и отдельный один акт мышления, а также мыслью обычно называют и результат мышления. То есть, это то, что получается в конце. Смотрите, мысль – это и процесс, и продукт. На это нужно тоже обратить внимание. Если говорить о мышлении как о процессе, то нужно четко понимать, что мысль чаще всего во взрослом состоянии, в развитом. Мы при помощи языка мыслям словесными конструкциями. То есть, средство мышления – это язык. Биологической основой мышления, соответственно, выступает, конечно же, наш головной мозг. Психологи уже давным-давно даже локализовали конкретный участок, в котором, в общем-то, происходит процесс мышления. То, что касается формы мышления, они бывают очень разными. Они бывают и понятийные, и категориальные, и ассоциативно-образные, и вербально-речевые, и деятельностно-орудийные. Чуть попозже мы с вами все-все это разберем. Базой или основой мышления, конечно же, обычно выступает наш личный индивидуальный опыт, который мы преобразуем в процессе мышления. Таким образом, что из известных нам вещей появляются и вытекают до этого неизвестные. В общем-то, в этом и есть суть процесса мышления. Итак, если мы посмотрим на особенности мышления, разберем сначала две самые яркие и, наверное, самые основные особенности. С одной стороны, мышление носит опосредованный характер. Что это означает? Это означает, что очень часто мы можем познавать не напрямую. Мы иногда познаем неизвестное через уже известные вещи. Ну, например, когда мы ничего не понимаем про какой-то химический элемент, мы изучаем новый. Мы можем познать его через уже давно знакомую нам таблицу химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Оттуда мы можем вытащить огромное количество информации про новый элемент. Таким образом, через уже знакомое нам мы получаем информацию о том незнакомом, что до этого было для нас совершенно чуждым. Вторая особенность мышления, мышление как процесс, процесс может быть обобщен. Что это значит? Бывает такое, что нам не нужно для изучения какой-то конкретной вещи изучать все, что об этой вещи нам известно. Ну, например, когда ученый-биолог или ученый изучает человека, ему не обязательно изучать всех людей. Ему можно изучать одного и после этого делать обобщение и выводы обо всех людях через как раз такой процесс, как обобщение. Очень интересная штука. Наше мышление с годами меняется. Оно усложняется. Оно становится все интереснее и интереснее. Давайте посмотрим таким образом. Кстати говоря, вот эти стадии развития мышления, или учения об этих стадиях развития мышления, принадлежат швейцарскому психологу, психиатру, физиологу Жану Пиаже. Это еще один ученый, с которым мы сегодня с вами знакомимся. Обратите внимание, очень часто цитаты Иллионтьева, о которых мы с вами уже говорили, и цитаты Пиаже могут встречаться в разделах эссе. Там, где вас попросят по высказыванию написать свои размышления. Так вот, Пиаже, швейцарский ученый, середины 20 века, занимался изучением мышления и детским развитием, на самом деле, не только мышлением, а вообще всех психических процессов у детей, в первую очередь. Он одним из первых, о чем говорить о так называемых сензитивных периодах, или о тех периодах, в которых дети лучше всего усваивают ту или иную информацию. Но, возвращаясь к нашей сегодняшней теме изучения, давайте посмотрим с вами на стадии развития мышления. Всего Пиаже выделяют их 4. В принципе, не так много, можно запомнить. Но, не обязательно запоминать даже о стадии, нужно будет просто запомнить виды мышления, о которых мы сейчас поговорим. Первая стадия, или по Пиаже, стадия сенсомоторного интеллекта, с точки зрения швейцарского ученого, это первые 2 года жизни ребенка. Это тот возраст, или та стадия развития мышления, когда развиваются способности воспринимать и познавать предметы реального мира. Ребенок начинает обращать внимание на тот мир, который его окружает. Чаще всего в этом возрасте, каким образом мы находим ответ на те вопросы, которые перед нами стоят. Чаще всего мы просто смотрим на другого человека, и делаем точно так же, как делает он. Это такой возраст маленьких подражателей, когда детки видят, как родители читают книгу, и сами еще даже не умея читать, могут эту книгу взять и делать вид, что они этим процессом полностью увлечены. Это стадия по Пиаже, стадия наглядно-действенного мышления, когда мы что-то видим и повторяем действия по этому примеру. Вторая стадия, от двух до семи лет, это стадия операционального мышления. Что происходит здесь? Здесь мы уже очень активно овладеваем речью, и, соответственно, мы уже можем строить какие-то речевые конструкции, мы очень активно разговариваем, у нас активизируется процесс интериализации. Обратите внимание, очень сложное слово, интериализация. Это когда внутренние состояния нашего сознания выходят наружу, мы начинаем во внешних действиях использовать все то, что до этого использовали внутри. В этом возрасте очень часто развивается такой эгоцентризм мышления. Мы очень не похоже становимся на наших собратьев, на наших товарищей в детском саду или в школе. Почему? Потому что этот вид мышления называется наглядно-образным. Мы что-то видим, и мы можем достраивать какие-то образы. Мы начинаем в этом возрасте мыслить картинками. Мы не просто видим и делаем, а мы уже пропускаем это все через свое сознание. Но так как мы еще не можем пользоваться специальными символами, мы еще не знаем букв, мы еще не знаем разных других символов, то мы мыслим картинками. У нас в голове рисуется такой комикс, условно говоря, в котором будут отмечены шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы получить ответ на тот или иной вопрос, который у нас появился. Очень часто наша картинка не совпадает с картинкой нашего товарища. Поэтому в общем-то в этом возрасте нам достаточно тяжело еще понимать других людей. На следующих этапах, например, на этапе конкретных операций с 7 до 12 лет, мы начинаем уже мыслить при помощи словесных конструкций. Словесные конструкции в любом случае больше будут похожи друг на друга, чем две разные картинки. Так вот, к стадии конкретных операций. К третьей стадии. Начинается в 7-8 лет, заканчивается примерно в 11-12. Что здесь такое? А здесь у нас появляется возможность давать энергетические объяснения своим действиям. Мы уже начинаем понимать, что вообще происходит. И мы можем это, с одной стороны, словами описать. Причем описать очень хорошо. Причем мы можем занимать разные точки зрения по одному и тому же вопросу. И мы можем эту точку зрения даже менять. Мы понимаем, что их бывает несколько. А также мы начинаем понимать некоторые логические формулы. Например, если А равно Б и Б равно С, то А тоже будет равно С. Ну и такие формулы, как А плюс Б равно Б плюс А, тоже становятся нам пассивны. Пиаже называет эту стадию словесно-логической. То есть мы начинаем мыслить не просто картинками, а словесными конструкциями. И мы эти словесные конструкции начинаем, в общем-то, уже каким-то образом себе объяснять. С точки зрения Жанна Пиаже, после 15 лет начинается четвертая стадия развития мышления. Я вас всех поздравляю. Вы уже давно находитесь в этой стадии, что, в общем-то, и позволяет вам готовиться к Всероссийской Олимпиаде. Пиаже называет эту стадию стадией формальных операций. Что здесь такое? Во-первых, здесь появляется способность выполнять операции в уме, даже не вынося их на бумагу или на вашу замечательную тетрадь, или на компьютер. Здесь мы можем целиком какую-то ситуацию моделировать и развивать в своей голове. Помните, у Тютчева в произведении Силентиум, он говорит, что есть целый мир в душе твоей. Да, вот как раз-таки это про этот самый возраст. Когда мы можем разыгрывать целые истории внутри себя, у себя, в голове, потому что мы уже дошли до стадии формальных операций. Мы можем какие-то, если у нас появляется вопрос во внешнем мире, мы можем создавать разные ситуации и смотреть, как этот вопрос может быть по-разному решен. С точки зрения Пиаже этот этап называется абстрактно-логическим. Почему? Потому что мы уже можем абстрагироваться от конкретной ситуации и делать логические выводы на основании тех ситуаций, которые мы сами же создаем. Переходим к достаточно сложной теме, которая называется содержание мышления. Возможно, вы что-то из этого уже знаете, но давайте разберемся поподробнее. Что здесь важного и интересного для нас? Нужно разобрать четыре аспекта. Это мыслительные операции, формы мышления, виды мышления и способы мышления. Мы немножко разобрались с вами уже с видами. Давайте начнем с мыслительных операций. Будем разбирать все на примерах. Ну, например, к основным мыслительным операциям относят шесть операций, которые видите перед собой на слайде. Это анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и конкретизация. Именно вот этот список понадобится вам, чтобы хорошо подготовиться к Олимпиаде по обществознанию. Итак, давайте-ка начнем. Обратите внимание, пойдем не в том порядке, в котором они представлены на слайде. Первая мыслительная операция, которая отвечает за установление сходства и различия предметов и явлений. Специально сначала будет появляться для вас описание мыслительной операции, а затем будет стрелка указывать, какая из них, что обозначает для того, чтобы вы тоже могли немножко потренироваться и посоотносить. Смотрите, я специально протянул время, несколько секунд, для того, чтобы каждый из вас мог сам установить, что это есть сравнение, конечно же. Итак, вторая операция отвечает за объединение частей в единое целое. За объединение частей в единое целое отвечает такая мыслительная операция, которая называется синтез. Ну, давайте немножко поприводим примеры, то, что касается сравнения. Что такое установление сходства и различия разных предметов? Например, вернемся к истории Жанна Пиаже. Он на протяжении долгого времени развивал, изучал, вообще развивал учения и изучал процессы развития маленьких детей. Представим себе, что мы гуляем с вами с маленьким ребенком и видим двух собак, которые идут нам навстречу. Вот смотрим. Одна собака породы Пудин, вторая собака породы немецкая Овчарка. А мыслительная операция сравнения. Мы начинаем с вами вычленять в этих собаках общие и отличительные черты, то есть сходства и различия. Это есть сравнение. Когда же мы с вами вычленяем у каждого из представителей данного вида животных отличительные черты, а затем собираем их в общую группу, то есть объединяем части в единое целое, этот процесс называется синтез. Следующая мыслительная операция, которая отвечает за мысленное выделение и фиксирование только общих существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов или отношений, это, естественно, обобщение. Когда мы останавливаемся только на том, что нас интересует, и, в общем-то, можно немного упустить все остальное. Процесс мысленного сосредоточения на любой, даже второстепенной детали и отвлечения от других, это, конечно же, конкретизация. Следующий процесс, или следующая мыслительная операция, это мысленное выделение какой-либо важной стороны предмета и временное отвлечение от других, которые мешают. Вот смотрите, если есть подсказка о отвлечении от тех, которые мешают, иногда, когда нам нужно решить какую-то задачу по математике, по физике, или, может быть, даже по обществу знаний, кстати говоря, по экономике, но бывает такое, что нам мешают и нас отвлекают какие-то разные звуки. Наша задача, что сделать? Наша задача абстрагироваться от всего, что происходит сейчас вокруг нас, сосредоточиться только на какой-то одной важной задаче, для того, чтобы все свое внимание, все свои силы впустить на решение данной задачи. Ну и последнее, мысленное разложение целого на части, для того, чтобы поработать с этими частями, последняя мысленная операция, конечно же, называется анализ. Я думаю, что с ней вы все прекрасно знакомы, все вы разными технологиями анализа точно владеете, когда мы можем проанализировать произошедшее с нами событие, проанализировать какое-то произведение, с которым мы только что познакомились, или вообще проанализировать, что происходит с нами в последние несколько лет. Для этого нужно как раз таки тот процесс, это то явление, которое собираемся подвергнуть анализу, разложить на более мелкие части. Итак, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и конкретизация. Вот эти шесть мыслительных операций вам нужно будет запомнить. Не только запомнить для того, чтобы во втором или третьем задании на Олимпиаде по обществознанию с легкостью, сгруппировать их так, как нужно будет, или для того, чтобы написать определение, а в первую очередь запомнить для того, чтобы научиться пользоваться разными этими мыслительными операциями и в ходе подготовки, и в ходе непосредственно самого написания и решения олимпиадных задач. Дальше. Следующий пункт, или следующая категория, о которой очень хочется поговорить с вами, это форма мышления. Каким образом мы вообще мыслим? При помощи чего? Что является результатом нашего мышления? Мы с вами уже говорили, что результатом является мысль. Но эта мысль обычно как-то упакована. Вот мысль может быть упакована тремя разными способами. То есть такие три разные упаковки. Самая простая упаковка, бесхитростная такая, знаете, когда мы что-то с вами узнали и решили это каким-то образом преподнести другому человеку. Вот самая простая упаковка, это суждение. Это такая форма мышления, которая просто отражает разные факты об объектах и может связывать их в какие-то отношения. Суждение такая бесхитростная упаковка нашей мысли. Умозаключение. Умозаключение это уже упаковка побольше. Умозаключение включает в себя, как правило, несколько суждений. Это уже наш личный вывод на основании как раз-таки этих суждений, который дает нам какое-то новое знание, которого до этого в принципе не было. Ну и самая сложная, самая качественная такая упаковка нашей мысли, это, конечно же, понятие. Потому что понятие, с одной стороны, отражает только существенные признаки предметов, а с другой стороны, понятие всегда максимально точно. Оно не подвергается сомнению, оно не подвергается обычно каким-то еще дополнительным проверкам и так далее. Понятие это четкое отражение существенных признаков. Солидная, самая существенная упаковка наших мыслей. Маленький примерчик. В приведенном ниже примере есть два суждения и одно умозаключение. Две секунды на то, чтобы вы сами еще раз посмотрели на это, а теперь уж давайте вместе разбираться. Первое. Все люди-братья. Это суждение. Второе суждение. Все люди хотят мира. Взяли одно суждение, второе суждение. И, в общем-то, упаковки, согласитесь, такие так себе. И упаковали их в одно умозаключение. Если все люди-братья и все хотят мира, значит война есть, преступление против человечества. А вот если на основании этого умозаключения мы сформируем с вами понятие, что такое гуманизм, откуда уберем уже все повторяющиеся слова, откуда мы с вами уберем все непроверенные и поддающиеся двойному толкованию слова и получим четкое определение, это как раз таки будет понятие, которое тоже будет результатом наших мыслительных операций. Итак, движемся дальше. Способы мышления, такие как дедукция и индукция, я думаю, что вы с ними знакомы. Скорее всего, благодаря великому Артуру Конан Дойлу и его Шероку Холмсу, все знают, что такое дедуктивный метод. Ну, а индукция – процесс совершенно обратный. Но давайте с вами еще раз об этом все-таки поговорим. Если говорить про индукцию, то это рассуждение от частного, от одного ко всему общему. Если маленький ребенок, который находится перед вами, собирает конструктор Лего, и ему это нравится, то мы можем сделать вывод, что все дети любят собирать конструктор Лего, и им это нравится. Если мы встретили ребенка в футболке с Человеком-пауком, то можем сделать вывод, что все дети любят Человека-паука. Это такой способ мышления, как индукция, когда на основании одного делаем вывод обо всем. Такие выводы являются ненаучными, но иногда в повседневной жизни мы ими можем пользоваться. Дедукция – это обратный процесс, когда на основании знаний обо всех или о многих мы можем делать вывод о конкретном представителе. Ну, если помните, первая встреча Шерлока Холмса и доктора Ватсона в сериале «Шерлок», на что обращает Холмс вначале свое внимание? На то, что у Ватсона есть достаточно специфический загар, есть последствия ранения, есть армейская выправка, есть специализированная стрижка. Что он, то есть какие выводы он делает? Все люди, у которых есть загар под определенную форму, все люди, у которых есть армейская выправка и специализированная стрижка, проходят, недавно проходили службу в вооруженных войсках. Именно об этом он и спрашивает своего собеседника. На основании данных про многих он делает вывод о конкретном. Этот способ мышления называется дедукция. Ну и вот такой еще один маленький примерчик. Здесь есть одно дедуктивное, одно индуктивное утверждение. Любой человек мыслит, Иван мыслит, следовательно, Иван человек. И Иван человек, Иван мыслит, следовательно, любой человек мыслит. Попробуйте сами догадаться, что здесь есть индукция, что дедукция. И поехали дальше. Продолжаем с вами разбираться в особенностях мышления. Здесь будет еще пять особенностей. И в общем-то, это свойство не только мышления, об этом поговорим еще немножко позже. Первая особенность мышления. Мышление субъективно. Восприятие и обработка информации у одного человека может быть не похоже на процесс восприятия и обработки информации у другого человека. Почему это происходит? Это происходит в силу разных личностных, эмоциональных, волевых характеристик. То, как вы воспримите, в том числе и данную лекцию, будет зависеть от очень многих факторов. Во-первых, от того, насколько вам это нужно. Во-вторых, от того, насколько вы готовы воспринимать тот язык, на котором, например, я с вами разговариваю. Хотя я постараюсь, в общем-то, говорить на языке достаточно доступным. А в-третьих, да это будет зависеть даже от того настроения, в каком вы сели слушать и смотреть эту лекцию. И поэтому каждый из вас, кто ее просмотрит, посмотрит ее со своей точки зрения. Вот, собственно говоря, и есть субъективность восприятия и обработки информации. Вторая особенность мышления это единение с языком. Дело в том, что мыслим мы в нашем с вами возрасте, старше 14-15 лет, при помощи словесных конструкций. И очень много мыслительных операций, очень большой процент, зависит в первую очередь от языка и от тех словесных конструкций, которыми мы владеем или не владеем в повседневной жизни в том числе. Вот здесь есть примерчик про описание, про прилагательные, которые мы используем при описании снега. У нас на самом деле их не очень много. У северных же народов, говорят ученые и лингвисты, таких слов может быть около 20, которые могут описывать разные категории снега, причем на цветовые категории. Ну, можно сказать, про белый, чисто белый, может быть, блестящий, какой-нибудь немного серый снег. Наверное, все. Просто потому, что снег не занимает такое большое место в нашей жизни и не встречается так часто. А если мы с вами, в общем-то, поговорим об этом же с какими-нибудь представителями южных, центральных африканских племен, где снег либо не видели вовсе, либо видели несколько раз в жизни, то я думаю, что в их языке такие прилагательные могут отсутствовать вовсе. Поэтому язык связан с мышлением, и язык, как бы, это мышление определяет. Он ставит его в определенные рамки. Третья особенность мышления. Мышление опосредовано, и мышление сразу задает способ получения знаний. С чем это связано? Что это такое? Человек, который ищет новые знания, в общем-то, начинает проникать в скрытые свойства и связи. То есть, мы можем искать ответы на те вопросы, на которые, казалось бы, ответа нет. Нам нужны специальные знания. Если мы с вами, прогуливаясь по парку в воскресный день, увидим девушку в белом платье с букетом цветов, а возле нее мужчину в костюме, то, в принципе, без каких-то дополнительных данных и без какой-то дополнительной информации мы сможем сделать вывод, что перед нами свадебная процессия, что это свадьба. Но, опять же, здесь мы можем ошибиться, потому что может быть как свадьба, так, например, съемки кинофильма, которые снимают определенный сюжет. Почему? Потому что, да, мы можем находить ответы на те вопросы, которые у нас есть, но иногда дополнительная информация нам все-таки нужна. Следующая особенность мышления. Мышление имеет место только тогда, когда есть проблемная ситуация. Если мы с вами просто идем по городу и, в общем-то, ничего необычного с нами не происходит, то, в принципе, мышление как процесс нам не очень-то и нужно, потому что мы совершаем свои обычные действия, результаты, то есть, мы когда-то уже их осмыслили, эти результаты у нас уже давно есть, и, в общем-то, ничего нам не нужно, нет никакой проблемной ситуации. Мы уже выучили маршрут до школы или от школы до дома, и мы, в принципе, по этому маршруту можем легко передвигаться, ничего нас там не удивляет. Но если на перекрестке перед школой вдруг почему-то не работает светофор в этот день, для нас возникает проблемная ситуация, и мы эту проблемную ситуацию начинаем оценивать. А как можно по-другому перейти дорогу, если светофор сегодня не работает? Появляется проблемная ситуация, появляется задачка, мы начинаем эту задачу у себя в голове решать. Ну и, естественно, последняя особенность мышления, мышление социально по своей природе. Что такое? Для постановки и решения любой задачи человек обязательно использует законы, правила и понятия того общества, в котором он живет. Опять же, представители племен Крайнего Севера или представители племен Центральной Африки по-разному отреагируют на ситуацию с неработающим светофором в вашем городе. Это тоже нужно понимать, что очень часто результат и процесс нашего мышления обусловлен той социокультурной ситуацией, в которой мы с вами находимся. Ну и переходим ко второй категории, которая относится к нашей сегодняшней лекции. Известный французский философ, математик, мыслитель, физиолог, физик Рене Декарт еще в начале 17 века сказал свою выдающуюся мысль, я мыслю, следовательно, я существую. О чем говорит Декарт? По большому счету Декарт говорит о том, что только в процессе мышления появляются те живые организмы, которые могут осознавать свое существование и которые могут каким-то образом тратить эволюцию и развитие вперед. То есть, если я не мыслю и не понимаю, что я существую. Сейчас мы с вами поговорим о результатах мышления или о результатах наших мыслительных процессов, что чаще все выступает в качестве результатов мышления. Результатом мышления выступает деятельность человека. если говорить о том, что такое деятельность у разных ученых, у представителей разных научных школ, на этот вопрос нет однозначного ответа. В больших науках такое бывает. С точки зрения философии деятельность это такая форма существования общества, проявление активности субъекта и преобразования окружающего мира и себя. С точки зрения психологии это активность или форма психической активности, которая мотивирована на достижение сознательной и поставленной заранее цели. С точки зрения психологии деятельность связана с мышлением. Именно поэтому мы с вами сегодня говорим про психологию и мы сегодня с вами говорили про мышление теперь переходим к деятельности. То есть что говорят психологи? Психологи говорят, что деятельность это результат обдуманной постановки цели, которая из внутреннего сознания человека вытекает в повседневную жизнь. Опять же возвращаемся к той самой ситуации с неработающим светофором возле вашей школы. Вы сначала попадаете в проблемную ситуацию, затем внутри своего сознания у себя в голове вы эту ситуацию простраиваете, взвешиваете за и против, а затем начинаете действовать. очень часто вот этот процесс, о котором только что сказалось, постановка задачи, поиск решения и выход занимает буквально доли секунды, но это не означает, что его нет, он существует, мы этот процесс с вами можем не контролировать, но так или иначе он происходит. Что такое деятельность человека? Деятельностью человека обычно называют такую активность, которая направлена на преобразование окружающей нас среды или окружающего мира или себя самого. Деятельность человека всегда сознательна, то есть мы всегда понимаем ее, мы всегда отдаем себе в ней отчет, она всегда продуктивна. Что значит продуктивна? В результате этой деятельности что-то появляется, появляется какой-то продукт. Продуктом может быть как какая-то деталь материального мира, окружающего нас, как вот этот степлер, а так и какая-то идея, мысль или ответ на вопрос, которого до этого у нас не было. Деятельность человека еще и орудийна. Что такое орудийна? В процессе своей деятельности человек использует специальные орудия труда, которые были им созданы до этого. Деятельность человека преобразующая, то есть она меняет либо окружающий мир, либо меняет самого человека. Ну и естественно она общественная или социальная, то есть она обусловлена социальной обстановкой, в которую погружен индивид, и она этой социальной обстановке полностью соответствует, полностью или частично соответствует. в чем же отличается деятельность человека от активности животного? Есть ли там вообще различия? На самом деле различия есть, и эти различия достаточно существенны. Ну посмотрим на первую линию сравнения. Взаимодействие с окружающей средой. Мы знаем, что животные активно к окружающей среде приспосабливаются, причем в книге Чарльза Дарвина «Происхождение видов» описаны выдающиеся способы животных по приспособлению к окружающей среде. Почему? В первую очередь это происходит потому, что животное не может под себя изменить окружающую среду. Человек может, и человек меняет окружающую среду под себя. Процесс приспособления занимает гораздо больше времени. Это много-много-много поколений для того, чтобы животные приспособились к той чаще всего агрессивной для них окружающей среде, в которой они оказались. Человеку свойственно менять под себя те природные и социальные условия, в которых он оказался. Это происходит гораздо быстрее. Очень часто мы делаем серьезную ошибку, когда говорим, что только человеческая деятельность задается или имеет какую-то цель. На самом деле это в корне неверно, потому что у активности животных тоже есть цель. Здесь лишь вопрос в том, откуда эти цели берутся. Человек может поставить себе цель самостоятельно, а вот животное цель получает в соответствии с своими инстинктами. Чем же это отличается? Ну, например, у животного появляется цель, заданная инстинктом выживания, покушать. И животное начинает искать себе пищу. Когда же у человека появляется потребность покушать, он сам себе ставит цель, например, приготовить салат для того, чтобы утолить голод. Отсюда разница. Животному цель падает уже готовая, человек для себя цель ставит сам. поэтому мы можем сказать, что активность животного она целесообразна, а поведение или деятельность человека цели полагающие. То есть, у животного его поведение зависит от цели, человек сам может эту цель ставить для себя. Ну, вот, собственно говоря, это следующий пункт, как раз-таки про поведение целесообразная или сообразующиеся с заданной целью. То есть, поведение, есть цель, которую мы можем поставить сами, есть цель, которая есть уже готовая. Это и есть, в общем-то, большое отличие человека от животного. Животный добывает себе пищу, человек придумывает кулинарию. Животный устроит себе дома, человек придумывает архитектуру. То есть, у человека казалось бы, тоже есть простая задача убречься от непогоды, спасти себя и свое имущество, но он делает не просто в первом попавшемся месте, а он строит для себя жилище, которое в том числе отражает его личные предпочтения. Это и отражает в том числе и это отражает человека от животного. Если говорить про структуру деятельности или про то, из чего эта деятельность состоит, то нужно сначала посмотреть на структуру деятельности с точки зрения актов. Обратите внимание, любая деятельность человека состоит из простейших действий. Вот, в первом случае, деятельность это действие плюс действие плюс действие. Ну, например, раз наберем простую деятельность, мы уже с вами говорим, у человека появляется потребность покушать. человек ставит себе цель приготовить салат, то есть деятельность это приготовление салата. В данном случае действиями что будет? Действиями будет нарезать помидоры, нарезать огурцы, подготовить для салата заправку, выложить в красивую миску и непосредственно приступить к реализации, к удовлетворению той цели, которая была поставлена. Итак, действия это нарезка первых овощей, вторых овощей, заправка этих овощей, подготовка емкости или посуды. Что такое операции? Операция это конкретная маленькая процедура. То есть если нарезка огурца это действие, то операция это конкретное опускание лезвия ножа на тот самый огурец, с которым мы производим это действие. Еще раз действие состоит деятельность состоит из действий, действия состоят из операций. Очень часто операции могут переходить на уровень автоматизма. Если когда-нибудь видели не знаю какие-нибудь кулинарные шоу, очень часто повара нарезают овощи, не задумываясь об этом совершенно. Почему? Потому что их операции, а даже иногда и некоторые действия доведены до автоматизма. И поэтому им не нужно осмысливать процесс нарезки того или иного овоща. Но при этом они все равно осмысливают весь процесс деятельности. Потому что иначе ничего просто не получится. если говорить о структуре деятельности с точки зрения элементов, то здесь немножко другой состав, другая структура. Мы видим немножко иначе. Во-первых, нужно запомнить, что такое субъект и объект деятельности. Субъект это тот, кто делает. Объект это то, над чем производится действие. В данном случае в нашем примере с салатом субъект человек, который его нарезает. Объект это овощи, из которых будет приготовлен салат. Цель в данном случае приготовить салат, средства, кухонный нож, действие мы с вами уже озвучили, ну и результат это естественно приготовленный салат. Вообще говорят, что результат это идеальное представление о конечном результате. То есть результат это конечный результат, простите, а цель это как раз идеальное представление об этом самом конечном результате. Еще один ученый на сегодня это немецкий социолог Макс Вебер. Он выделяет разные виды действий, тех самых из которых состоит наша деятельность повседневная. Вебер говорит, что бывают аффективные, то есть бессознательные действия. Бессознательные, кстати говоря, они могут быть по разным причинам. То есть это те, которым мы не отдаем отчет. Отсюда же состояние аффекта, то есть те действия, которые мы не можем контролировать. Традиционные или обычные. Ну обычно к 15-16 годам многие из нас умеют ставить чайник или чистить зубы, не до конца просыпаясь. В том числе потому, что это те действия, которые мы обычно делаем постоянно, очень часто и поэтому можем в общем-то себе позволить лишнюю минутку еще глаза до конца не открывать. Макс Вебер также говорит, что наши действия они ценностно рациональные, то есть они в первую очередь подчинены нашим тем ценностям, которые мы разделяем и мы не будем делать того, что в общем-то не соответствует нашему представлению об окружающем мире. А еще Макс Вебер говорит, что наши действия еще и цели рациональны, то есть они подчинены тем целям, которые мы преследуем. Если говорить о деятельности по видах ее, по объекту, то здесь две большие группы, наверное, вы про них знаете. Это так называемое практическое и духовное наше практическое может быть либо природа, либо общество в целом. То есть когда мы взаимодействуем в материальном мире, то есть в том мире, который нас окружает, когда мы изменяем сам мир. И второй вид деятельности, деятельность духовная, здесь объектами могут быть знания, ценности, прогнозы и все другое. Эта деятельность в большей степени по изменению самого себя, она не затрагивает внешний облик человека, она затрагивает внутреннее сознание как раз таки. Если же говорить о деятельности вообще, то выделяют так называемые универсальные виды. К универсальным видам деятельности разные психологи, в том числе и отечественные психологи, и те, о которых мы с вами уже поговорили, и Леотиев, о котором было сказано, и Вгоцкий, который будет дальше, и швейцарский психолог Пиаже, выделяют разное количество универсальных видов деятельности. Кто-то выделяет три, кто-то выделяет четыре, кто-то выделяет пять. Ну, давайте посмотрим на все пять. Основными обычно бывают игра, учение и труд. Общение и творчество, ну, такие бонусные виды деятельности. Вам все-таки лучше запомнить все пять. Давайте с каждым из них познакомимся отдельно. Психологи говорят, что первый вид деятельности, с которым знакомится человек, и через который он познает окружающую его действительность, это игра. Что характерного у этого вида деятельности? Во-первых, это условность, то есть там есть какие-то условные договоренности, какой-то игровой сюжет, какие-то способы изменения окружающего пространства, то есть когда мы применяем на себя ту роль, которая нам не свойственна, например, при игре в дочке-матери, и у нас есть определенная условность, что сейчас я буду исполнять определенную роль. Что здесь еще есть? Здесь есть соревновательный момент, но обратите внимание, несмотря на то, что соревновательный момент есть, чаще всего в играх важен не результат, а процесс достижения этого результата. Именно здесь психологи говорят, существует самая интенсивная самореализация, именно через игру можно посмотреть, кто я такой, и чего я в этой игре хочу, а также игра, в общем-то, проявляется абсолютно во всех деятельностях, во всех сферах деятельности человека, и в экономике, и в политике, и в духовной сфере, мы везде склонны играть. Если будет интересно, есть такой английский психолог, зовут его Эрик Берн, или Эрик Берн, можете познакомиться с его работой, которая называется «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». С точки зрения этой самой теории игр, он описывает самые разные процессы и явления, окружающие нас в обычной повседневной жизни. Второй вид нашего взаимодействия или нашей деятельности это общение. Что здесь такого важного? Во-первых, есть несколько видов общения. Обратите внимание, они представлены в правой части слайда. В левой части слайда представлена общая характеристика общения. Каким оно может быть? Это может быть коммуникация, то есть обмен информации. Что здесь принято изучать? Что в данном случае изучают психологи? Они изучают разные барьеры коммуникации, почему у одних людей это получается, у других не получается. А роли, которые здесь могут быть рассмотрены, это коммуникатор и реципиент. Коммуникатор тот, кто передает, реципиент тот, кто получает. Что такое интеракция? Интеракция это обмен разными действиями. Опять же, здесь можно изучать ситуации кооперации и конкуренции. Очень характерно просматривает это все на экономических процессах или на политических, кстати говоря. Следующий тип это перцепция, это понимание партнера, эмпатия, стереотипизация. Эти вещи мы очень часто с вами можем наблюдать в политической жизни нашего общества. Говоря о видах общения, выделяют вербальное, то есть словесное и невербальное, отвечающее за позу, мимику, жесты, положение в пространстве и все остальное. Прямое или опосредованное? Прямое общение, это если бы вы сейчас сидели в аудитории, я выступал бы перед вами, опосредованное то, что мы имеем сейчас. Я записываю лекцию сидя у себя в кабинете, вы просматриваете ее у себя дома. Личное и представительское. Ну, это если бы я общался с кем-то из ваших представителей, которые потом передавали вам эту информацию личную, опять же, один на один с реальным и воображаемым партнером. Такое тоже бывает, когда для того, чтобы отработать нам какие-то наши ораторские, может быть, навыки, мы придумываем себе собеседника и на нем оттачиваем свое мастерство. Деловое личное. Деловое, когда есть определенный круг вопросов, которые нам нужно обсудить, эти вопросы четко обозначены или круг этих вопросов четко обозначен. Личное общение, когда мы, в общем-то, можем разговаривать на свободные темы. То же самое касается свободного и ритуализированного. Свободное общение, когда мы можем особо не думать о тех способах или о тех приемах, которые мы используем, ритуализированное, то есть имеющее особые ритуалы, когда наше общение очень находится в очень серьезных рамках, то есть когда мы должны следовать этим рамкам. Следующий вид деятельности это труд. Это такой вид деятельности, который направлен на создание материальных и духовных продуктов для удовлетворения определенных потребностей человека конкретного или общества в целом. Опять же выделяют несколько видов труда, это физический, умственный и смешанный. В общем-то труд называют ведущим видом деятельности в возрасте после 18 лет, когда каждый из нас уже вступает в полноценную трудовую деятельность. Сейчас о ведущих видах деятельности еще немножко поговорим. Четвертый вид деятельности это учение. Это такой вид деятельности в результате которого человек познает окружающий мир, общество, себя самого, приобретает знания, умения и навыки, которые будут необходимы ему в дальнейшей жизни деятельности, как в личной жизни, так и в профессиональной. Характерные черты для учения, как для вида деятельности, во-первых, этот вид деятельности способствует развитию личности, формированию его мировоззрения. В основе учения всегда находится освоение опыта предыдущих поколений. Именно учение формирует профессиональные знания и умения, позволяющие успешно выполнять деятельность и способствует усвоению ценностей и норм как национальной, так и мировой культуры. Лев Семенович Выгодский, еще один представитель отечественной психологии начала 20-х годов, наш с вами соотечественный, кстати говоря, вел активную переписку с Жаном Пиаже, критиковал его теорию развития ребенка и в последующем Пиаже внес очень значительные коррективы в это. Также изучал развитие человека с младенческого возраста до старости и одним из первых начал говорить о том, что есть так называемый ведущий вид деятельности. Это та деятельность, которая в рамках некой социальной ситуации развития занимает большее место в жизни человека и отвечает за формирование у него основных психологических новообразований. Что это такое на самом деле? То есть ведущий вид деятельности это та деятельность, которая занимает больше всего нашего нашей повседневной деятельности как раз таки. Если говорить о возрасте, то в Игодске говорит, что до 7 лет ведущим видом деятельности является игра, после с 7 до примерно 14 лет начинается учение, с 14 лет это в общем-то общение и после 18 это труд. При этом остальные виды деятельности никуда не деваются, они с нами присутствуют, но просто через этот вид деятельности мы узнаем больше всего информации об окружающем мире в тот или иной процесс нашей жизнедеятельности. Итак, друзья, подводим итоги, о чем мы сегодня с вами поговорили. Мы разобрали несколько научных определений. Что такое психика, что такое психология, что такое познавательные процессы, сколько их, зачем они нужны человеку и остановились на таком познавательном процессе, как мышление. Поговорили от чего зависит мышление, что это такое, зачем человеку нужно, что такое деятельность, почему она с мышлением связана и почему и то и другое рассматриваются грустные науки психологии. Я надеюсь, что я помог вам сегодня разобраться с некоторыми научными категориями. Удачи вам в освоении новых тем. Я думаю, что мы с вами еще встретимся в том числе и вживую. Надеюсь, что эта тема была для вас полезной и интересной. Спасибо за внимание. Уважаемые ребята, сегодня мы поговорим о демократии, о теориях демократии. И вначале необходимо, конечно же, вспомнить, что такое демократия. Мы все прекрасно знаем, что демократия это политический режим, но начнем не с него. Что мы можем назвать демократией? Во-первых, демократией мы можем назвать форму устройства любой организации, которая построена на принципах равноправия, выборности органов власти и принятием решений большинством. второе значение этого термина это идеал общественного устройства, который основан на свободе, правах человека, гласности, политической терпимости, народном суверенитете, участии граждан в политике. и третье понимание демократии более привычное нам. Демократия это вид политического режима, который основан на признании народа как источника власти. Это политический режим, который гарантирует права и свободы гражданам. Это режим, в котором именно граждане формируют власть. И это политический режим, при котором граждане участвуют в государственных и общественных делах. Поговорим о теориях демократии. Их в политологической науке очень много. И основным критерием их выделения являются два вопроса. кто правит в государстве и как правит. Остановимся на первой классификации. В науке выделяют коллективистские, либеральные и плюралистические теории демократии. Среди демократических ценностей есть ценность отстаивания интересов. Посмотрим, чьи же интересы мы можем отстаивать. Первая картинка это интересы отдельной личности. Третья картинка это интересы общества всего или большинства. Также есть формы демократии, где отстаиваются интересы отдельной социальной группы. В зависимости от того, чьи интересы защищаются при том или ином политическом устройстве, мы можем выделять различные формы демократии. В первом случае, когда защищаются интересы отдельной личности, это у нас индивидуалистическая или либеральная теория демократии. Если защищаются интересы всего общества или большинства, это выражается в идеях коллективистской теории демократии. В том случае, если выражаются интересы социальной группы, мы можем говорить об идеях плюралистической теории демократии. Исторически первой была античная демократия. Ее мы можем назвать коллективистской. У нее были такие черты, как подмена выборов жеребьевкой, наличие практики астракизма, то есть изгнание неугодных, принятие решений согласно мнению большинства. Ярко идеи коллективистской демократии отражены в учениях Мора Руссо. Рассмотрим особенности коллективистской теории демократии. Во-первых, это отрицание автономии личности. Личность рассматривалась как составная часть целостного организма, социума. Вторая особенность это первичность народа на выражении общей воли. Третья особенность это однородность народа по своему составу. По мнению апологетов данной модели это устраняет прочего для конфликтов в обществе. Четвертая особенность это признание абсолютности власти большинства над меньшинством в том числе и над отдельным человеком. Теории коллективистской демократии очень легко критиковать. Во-первых, они ведут к тоталитаризму, подавлению индивидуальной свободы, а также массовому террору. Власть народа не может быть реальной без гарантирования индивидуальной свободы личности. И как показывает практика общая воля и общенародные интересы это миф, который оправдывает политическое господство одного лица или группы. Идеи либеральной демократии можно найти в трудах, например, Монте-Скио таквиле. А если говорить о документах, то эти идеи содержатся в большинстве конституций современных государств. А первый прообраз современной конституции это Великая хартия вольностей. Именно там впервые было зафиксировано право гражданина на личную свободу и безопасность. Поговорим об особенностях либеральной теории демократии. Во-первых, личность признается первичным главным источником власти. Признается приоритет прав человека над правами государства. И свобода считается отсутствием ограничений нежелательного вмешательства государства в дела человека и общества. Четвертая особенность это признание прав меньшинства и ограничения власти большинства над меньшинством. Одной из главных ценностей является обеспечение индивидуальной автономии и свободы личности. Дальше пойдут особенности связанные с государством и отношениями между государством и обществом. Деятельность государства в теории либеральной демократии преимущественно связана с охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан. Государство не должно вмешиваться в дела гражданского общества. Приоритетно рыночное саморегулирование общества главными политическими ценностями для теории либеральной демократии являются разделение властей, принцип сдержки противовесов и эффективный контроль граждан над государством. Теории либеральной демократии также критикуются. Во-первых, данные идеи стимулируют имущественную поляризацию общества и некоторые идеи либеральной демократии трудно осуществимы для низших слоев населения. Промежуточное положение между теорией либеральной демократии и теорией коллективистской демократии занимает теория плюралистической демократии. Авторами плюралистических концепций выступают Бентли, Мэдисон, Даль, Шумпетер и другие. Особенностями данных концепций можно назвать следующие. Во-первых, в качестве социальной основы демократической власти выступает соперничество и баланс групповых интересов. Во-вторых, узаконен разумный эгоизм. Личный и групповой интерес считаются генератором политики. Государство в теории плюралистической демократии рассматривается как арбитр, который сохраняет равновесие соперничающих интересов и обеспечивает саморегулирование всего общества. Огромная роль в данных концепциях отводится элитам, которые являются проводником интересов различных групп населения. Очень важным фактором в данных концепциях является демократическая культура. Еще одним немаловажным фактором является поддержка государством социально ущемленных групп и интересов. Теории плюралистической демократии также можно критиковать. Во-первых, различные группы населения имеют неравное влияние на политику, а второе под вопрос ставится идея государства как нейтрального арбитра. Дальше мы поговорим о двух формах демократии непосредственной или прямой и представительной или непрямой демократии. Прямая демократия это форма управления при которой народ сам непосредственно на собраниях форумах участвуют в подготовке обсуждения и принятии решений. Представительная демократия предполагает ответственное перед народом представительное управление через избранных им представителей. В первую очередь это депутаты которые от нашего имени принимают законы. поговорим о двух разновидностях прямой демократии это партиципаторная демократия и плебисцитарная демократия. Плебисцитарная демократия или демократия участия это все формы участия народа в политической жизни. Это выборы, митинги, петиции, забастовки. Все эти формы участия осуществляются для оказания влияния на принятие политических решений. При плебисцитарной демократии влияние не так широко. На референдуме население может лишь проголосовать или за или против конкретного решения не предлагая ничего. Преимущества прямой демократии можно назвать следующие. Во-первых обеспечивается легитимация власти. Во-вторых прямая демократия обеспечивает наиболее полное участие народа в управлении. Далее формы прямой демократии повышают политическую стабильность общества и эффективность управления. Прямая демократия также развивает общественную активность населения, способствует свободной самореализации личности. Нужно сказать, что прямая демократия обеспечивает эффективный контроль за политическими институтами и должностными лицами. Нужно сказать и о недостатках прямой демократии. В следствии недостаточной компетенции граждан прямая демократия характеризуется низкой эффективностью принимаемых решений. Прямая демократия является дорогостоящей процедурой при практическом осуществлении и на практике очень трудно привлечь большинство граждан к систематическому участию в управлении без принуждения. Далее поговорим о представительной демократии. Одна из ее разновидностей это теория элитарной демократии. Главная идея данной теории такова. Реальная власть в государстве должна принадлежать политической элите, а народ должен иметь возможность периодически контролировать состав данной элиты. Преимуществами данной теории являются гласность, обеспечение конкурентной борьбы между элитами и сменяемость элит в ходе выборов. Еще одной разновидностью представительной демократии является теория корпоративной демократии. В данном случае управлением занимаются руководители крупных производственных корпораций, предприниматели, партии, а государство выступает лишь арбитром. Среди преимуществ представительной демократии можно назвать следующее. Именно при такой форме демократии обеспечивается рациональная организация политической системы с четким разделением труда. Конечно, компетентность ответственность принимающих решения более высока, нежели в прямой демократии. Существуют и недостатки представительной демократии. Во-первых, народ фактически отстранен от принятия решений между выборами. Во-вторых, появляется сложная иерархическая система управления, что может привести к бюрократизации власти. на политику большее влияние оказывают только сильные группы интересов. В результате мы имеем отчуждение народа от власти и под вопрос ставится легитимность власти. И при представительной демократии возможно манипулирование мнением народа. В политологии множество теорий демократии. Например, есть теория развивающей демократии, теория охранительной демократии, теория экономической демократии и так далее. Но все теории демократии можно уложить в ту классификацию, которая была названа в начале лекции. Те или иные концепции демократии относятся либо к либеральной, либо к коллективистской, либо к плюралистической теориям демократии. Вы видите рекомендованный список литературы. В нем три учебника, в которых вы можете посмотреть теоретические моменты темы. Далее идут первоисточники, в которых отражены особенности той или иной модели демократии. Учебники необходимо читать обязательно. С первоисточниками рекомендую ознакомиться. Предлагаю вам сделать несколько тестов, чтобы вспомнить основные категории политики, поговорить о государстве, о власти. Первый вопрос, который я предлагаю, связан с абсентеизмом, с абсентеизмом как формой участия, вернее, формой неучастия граждан в политике. Правильный ответ здесь, конечно же, В, уклонение от участия в голосовании в узком смысле этого слова, в широком смысле это неучастие граждан в политике. Обращаю внимание на написание данного термина. пишите его правильно. Следующий вопрос, нужно выбрать институт политической системы, который обладает монополией на правотворчество и выражает интересы общества в целом. Конечно же, это государство, это несложный вопрос. Обратите внимание, что иногда вот эту функцию представления интересов государства путают с функцией представления интересов политических партий. Должны мы запомнить, что партии выражают интересы отдельной социальной группы, отдельного социального слоя, но не общества в целом. Следующий вопрос. Какому политическому режиму присуща трактовка свободы как право делать все, что не запрещено законом? Конечно же, это демократический политический режим. республики. Далее, среди приведенных государств нужно выбрать президентские республики. и я думаю, вы без труда назовете, что это США и Бразилия. Далее, из этого же списка выбираем парламентские республики. Парламентская республика, как мы уже говорили ранее, является федеративная республика Германии, парламентская республика является Италия, и парламентская республика является Индия. И из данного списка США, как мы уже сказали, является президентской республикой, Франция и Россия смешанные республики и Великобритания это, конечно же, монархия, монархия парламентская. Далее, из данного списка необходимо выбрать унитарное государство, такими являются Украина, Швеция и Франция. И федеративными государствами являются Россия, ФРГ, США и Индия. Следующий вопрос, что из перечисленного списка является элементами гражданского общества. Необходимо вспомнить, что гражданское общество это сфера негосударственных институтов, которые создаются гражданами для реализации их интересов. Из этого списка конечно же союзы предпринимателей создаются самими предпринимателями. Независимые СМИ также являются институтом гражданского общества. Они выступают от своего имени, не под контроль на государству. Парламент это государственный институт, мы его не выбираем. Церковь это институт гражданского общества, создается церковь негосударством, имеет свои определенные функции. Далее семья конечно же это институт гражданского общества и судебные органы это органы государства, государственные органы. Этот ответ не выбираем. И политические партии это конечно же институты гражданского общества, они создаются гражданами, которые хотят вести борьбу за власть, которые хотят попасть в парламент и которые хотят выражать интересы определенных социальных групп. Но в первую очередь конечно же социальных групп, в которые собственно этот гражданин и входит. Далее необходимо выбрать правильную классификацию политического лидерства по выбору. И мы помним, что выбор выделял харизматическое традиционное и легальное господство, такие же и типы лидерства. Здесь обращаю ваше внимание на понятие легитимное. Такого типа лидерства нет. Есть легальное лидерство или рационально легальное. Пожалуйста не путайте данные термины. Далее из приведенного списка необходимо выбрать элементы политической системы, а далее типы избирательных систем. И к компонентам политической системы мы должны отнести организационную подсистему она по-другому называется институциональная далее нормативную это тоже подсистема политической системы и коммуникативную далее к избирательным системам относятся мажоритарная пропорциональная и смешанная напомню что мажоритарная избирательная система применяется на выборах как президента и других должностных лиц также она может быть применена на выборах в парламент пропорциональная избирательная система применяется только на парламентских выборах и пропорциональная избирательная система характерна тем что на выборах в парламент принимают участие политические партии за политические партии отдаются голоса проводится подсчет голосов и места в парламенте распределяются по пропорциям, согласно тем процентам, которые получили партии на выборах. Мажоритарная избирательная система бывает двух видов, абсолютного большинства и относительного большинства. По мажоритарной избирательной системе выбираются отдельные претенденты, личности, граждане. И мажоритарная избирательная система абсолютного большинства отличается тем, что победитель должен набрать более половины голосов, 50% плюс один голос хотя бы. И мажоритарная избирательная система относительного большинства характеризуется тем, что победитель набирает простое большинство, просто больше, чем каждый другой кандидат. Мажоритарная избирательная система, как я сказала, применяется и на выборах президента, и губернатора, мэра и так далее. И также применяется на выборах в парламент. В этом случае мы имеем место, имеет место деление государства на избирательные округа. От каждого избирательного округа побеждает один или несколько кандидатов, которые далее отправляются в парламент, получают мандат. Смешанная избирательная система объединяет эти две системы. Она применяется на выборах в парламент. И, например, несвязанная смешанная избирательная система применяется на выборах Государственной Думы Российской Федерации. В данном случае половина депутатов Государственной Думы избираются по мажоритарной избирательной системе, и вторая половина по пропорциональной избирательной системе. 225 депутатов и 225. Следующий вопрос. Нам необходимо выделить виды государственно-территориального устройства и формы государственного правления. И в данном списке конфедерация, унитарное государство и федерация относятся к формам госустройства, и парламентская республика, абсолютная монархия и президентская республика – это виды, формы правления. Следующий вопрос. Нам необходимо установить соответствие между концепцией власти и ее характеристикой. Начнем с варианта А. Власть как взаимодействие субъекта и объекта, при котором субъект с помощью определенных средств контролирует объект. Здесь мы говорим о типе отношений между субъектом и объектом. И данная характеристика соответствует пункту 4, то есть реляционистским концепциям власти. Вариант В. Данная концепция рассматривает власть как особый тип поведения, при котором одни люди командуют, другие подчиняются. И если у нас есть понятие поведения, власть связана с определенным типом поведения, то мы говорим о бихвиоризме, о бихвиористской концепции власти. В. Истоки власти окоренятся в сознании и подсознании людей. Конечно же, это психологические интерпретации власти. И вариант Г. Власть как способ самоорганизации человеческой общности, основанной на целесообразности разделения функций управления и исполнения. Мы говорим о функциях, которые реализуются властью. Это, конечно же, структурно-функциональные концепции власти. Далее нам необходимо вспомнить термин, который соответствует верховенству государства в пределах собственных границ и его самостоятельность в международных делах. И это важный признак государства, такой как суверенитет. Далее необходимо перечислить партии, которые имеют свои фракции в Государственной Думе Российской Федерации. На данный вопрос я вам сейчас не дам ответ. Я хочу, чтобы вы вспомнили самостоятельно или посмотрели эту информацию в сети интернет. Напомню, что фракция — это представительство партии в парламенте. Это часть членов партии, которые непосредственно попали в парламент, в нашем случае в Государственную Думу Российской Федерации. Эту информацию легко найти в сети интернет, поэтому этот вопрос остается для самостоятельного ответа.